МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные герои этого вечера – выпускники. Это уже пятое, полностью не советское поколение. Те, кто родился в 1997 году. Они не были даже октябрятами, что уж говорить о комсомольцах и пионерах. Но точно так же, как их родители, бабушки и дедушки, они свято верят, что выпускной запомнится им на всю жизнь. 17-летний Павел Лисов в очередной раз просматривает фото своего класса. Грустно, конечно, расставаться со своими друзьями, которыми я провел 4 года по местной учебе. Павел – выпускник Могилевского областного лицея номер 3. Сейчас планирует поступать в Минский вуз. В начале лицея, наконец-таки, можно уже сложить эти учебники. И до студенческой поры, надеюсь, уже больше доставать их не придется. В дневнике среди семерок и девяток нахожу замечания. Паша краснеет, как на уроке. Что творил на уроке? Признавайся. Что творил, лучше не рассказывать. Поэтому, вкратце, просто опоздание на урок. Опоздание бывает. Замечания на несоблюдение делового стиля одежды. Павел в семье Лисовых уже третий выпускник. Его мама говорит, перед торжеством сын волнуется не меньше, чем в свое время переживали его сестры. В этом году в Могилевской области выпускниками стали 6,5 тысяч 11-классников. Это немногим больше, чем в прошлом году. Самыми масштабными и красочными традиционно считаются выпускные вечера лицеистов. Эти ребята празднуют свой бал в настоящем дворце. Дворце культуры области. Пару минут ожидания и площадка перед дворцом заиграла пайетками, струящимися шлейфами, разноцветными бабочками, цветами и ароматами духов. Суета, волнение, конечно. Очень ждали выпускного, сдали выпускные экзамены. Очень люблю свой лицей. Поддержать выпускников пришли их семьи. Это очень трепетное чувство, когда ты видишь, что ребенок твой вырос на глазах. И на самом деле даже как-то трогательно. Потому что ты ощущаешь все 18 лет, которые он прошел рядом возле тебя. И, ну, наверное, уже ты видишь, что ребенок превратился в взрослого человека. И как-то грустно поэтому. Выпускники, заметно волнуясь, подходят ко дворцу. Ведь такими красивыми одноклассники их увидят впервые. Среди толпы глазами ищут своих наставников. Огромное хочется, конечно, сказать спасибо сегодня учителям. В первую очередь. Это самое главное. Потому что они нашли ту изюминку в каждом из выпускников, которые сегодня стали выпускниками, в скором будущем стали достойными гражданами. Выпускники Беларуси. Наверное, выпускники во все годы одинаковые. То есть царит то настроение, что, ну, можно горы свернуть. Все, перед нами все открыто. Мы все сможем. Уже по сложившейся традиции современные выпускники проходят по красной ковровой дорожке. И в этот момент чувствуют себя настоящими голливудскими персонами. К этому звездному часу многие из них готовились целый год. Екатерина Павлючкова еще в сентябре начала подбирать свой образ на выпускной бал. За два месяца купила платье, туфли, украшения. Записалась на прическу и макияж. Королевой бал остать не мечтает. Шутит, мол, и без того чувствует себя принцессой. Хотела сохранить атмосферу легкости какой-то в образе. Потому что все-таки выпускной – это прощание с детства. И вот это детство, оно должно присутствовать во всем, в каждой детали. Многие, я знаю, как-то пытаются сделать себя старше, выглядеть старше, как вступление в новую взрослую жизнь. И вот этот образ должен у них соответственность, их самостоятельность и ответственность. Но я пыталась как-то вот оставаться все той же юной девушкой, которой я пришла в лице. Мы подсчитали, сколько средств Катя потратила на свой образ. Платье – 3 миллиона рублей, туфли – 800 тысяч, украшения – 200 тысяч, прическа, макияж, маникюр и педикюр обошлись в миллион. Итого на свой образ Катя потратила 5 миллионов рублей. Павел Лисов тоже готов к выходу в свет. А мы с его мамой подсчитаем, в какую сумму ему обошелся наряд. Итак, костюм – 2 миллиона 300 тысяч рублей, рубашка – 400 тысяч, галстук – 100 тысяч, туфли – 800, запонки – отцовские. Итого наряд парня-выпускника обошелся в 3 миллиона 600 тысяч рублей. Лицеисты – ребята креативные. Многие из них решили удивить одноклассников смелыми образами. Кто сказал, что на выпускной нельзя прийти в черном платье и белых кедах? Прежде всего я руководствовала с тем, чтобы быть индивидуальной сегодня. Плюс удобство наверняка? Конечно, главное удобно. Сегодня целый день до 5 утра. А как вам такой образ? Первые шаги во взрослую жизнь эта девушка решила сделать в свадебном платье. Ну, это как-то так необычно. Это, ну, на самом деле, переполняет эмоции. На самом деле, это действительно сейчас, как свадьба для невесты. И я жду этого с нетерпением. Мама и папа с восторгом смотрят на виновников праздника, которые буквально на глазах из маленьких девочек и мальчиков превратились в настоящих леди и джентльменов. На такое воплощение никаких средств не жалко. В тысячу, конечно, тысячу – это много сказано долларов, но где-то ближе к этой сумме будет. Средств не жалко таких? Ну, наверное, нет. И сами родители будто чуть помолодели на этом балу. Вы знаете, когда находишься в атмосфере этого праздника, да, и дышишь этим воздухом школьным, то, конечно, ты вспоминаешь, как у тебя проходил этот праздник, какой у тебя был наряд. Александр Пилипцевич за своим костюмом поехал аж в Вильнюс. Да, естественно, образом я доволен. Могу сказать, что подобрать костюм полностью, ну, с туфлями, то есть создать весь образ в том же Вильнюсе обойдется примерно в 250 евро. Какую копеечку уложились? Ну, костюм миллион, рубашка полмиллиона, галсту... ну, рубашка... ой, бабочка 200 тысяч и обувь 500. Выпускной – это не только долгожданное событие для вчерашних школьников, но и настоящее испытание для родительских кошельков. По затратам многие сравнивают его разве что со свадьбой. Правда, в отличие от свадьбы, выпускной происходит раз в жизни, говорят мамы и папы, и потому готовы тратить на него сколько потребуется. Выпуск в школы празднуют не только 11-классники, но и те, кто окончил 9 классов. А в последние годы стали отмечать переход в среднюю школу и четвероклассники. Как говорится, малвыпускник – да дорог. Еще лет пять назад на выпускной приглашали только ведущего, а роль диджея исполнял в лучшем случае – звукорежиссер. И работали они только на банкете. В последние годы праздник начинается уже с торжественной части. Выпускные превратились в настоящие балы. Вручение премий в стиле «Оскар», артисты на ходулях, выступления на лошадях, клоуны, мимы, мажоретки, танцевальные и музыкальные коллективы, лазерное шоу и шикарные салюты. Современные вечера по своим масштабам действительно могут дать фору свадьбам. Правда, в этом году финансовые трудности родителей определенно ощущаются, говорит директор праздничной компании Константин Эдельман. Все пытаются минимизировать затраты даже на элементарные позиции, как ведущий и диджей. Не отказываются от них совсем, просто пытаются пригласить кого-то подешевле. Те суммы, за которые шел разговор на переговорах, скажем так, меня они как родителя и отца ребенка немножко, конечно, шокировали. Потому что за 15-20 тысяч торговаться, по крайней мере, ни в моей практике никогда не было. Но в этом году, к сожалению, так получилось. Я считаю, что это нормально. В любом случае, на сегодняшний день все хотят сэкономить. Руднее всего приходится тем, где выпускается один-два класса. Нелегко приходится и родителям, у которых выпускники – войняшки. Как правило, им делают скидки. Подсчитаем, в какую сумму обойдется организация красивого выпускного. Программа «Под ключ» с выступлениями артистов, ведением и диджеем будет стоить 4200 долларов. Плюс питание по 60 долларов на человека. При условии, что на выпускной пойдут 180 человек, выйдет примерно по 1 миллиону 200 тысяч на каждого. Потому что 5 лет назад мы не делали такие выпускные. И не было модно делать такие выпускные. Это сегодня, прошлый год, этот год стало модно делать такие выпускные, шикарные. Родители понимают, что выпускной – это раз в году, и повторить его, вернее, раз в жизни, и повторить его невозможно. Естественно, начинают понимать, что надо тратить деньги на это. Когда наш родительский комитет обсуждал организацию праздника, безусловно, мы хотели, чтобы это был праздник, чтобы это было праздничное, торжественное. В то же время мы учитывали, что у нас разное материальное обеспечение, разное финансовое положение наших семей. Ну и таких уж совсем изысков, как лимузины, мы действительно не брали. Но, по-моему, все очень даже прилично, на уровне. Главная цель, говорят родители, сделать праздник по-настоящему современным и запоминающимся. Мы спросили у мамы и пап, а запомнился ли им их выпускной. Таких красивых платьев не было, таких пышных. Дворцов у нас не было. Я заканчивал 19-ю школу, у нас был просто на столовой завода. И немножко попроще было все. Но сейчас и дети немножко другие, и время другое. У нас 30 лет назад все было гораздо скромнее. Но вот атмосфера, в общем-то, осталась той же. Когда весело, когда тепло. Неизменной осталась мода на прощальный школьный вальс. За полчаса до выступления ребята четко знают все движения. Этот вальс они репетировали больше года. Этот танец очень хорошо передает наше настроение учителям, одноклассникам, родителям, ну и другим зрителям. Вообще, на наш взгляд, лучше, когда ученики сами готовят сюрприз для своих родителей, преподавателей. Потому что им гораздо приятнее, чем позвали бы артистов профессиональных. А мы от души, так скажем, со всей любовью и теплотой. Очень радостная тенденция этого года, то, что приглашенных артистов стало меньше на выпускных вечера. А наоборот, сами, сами выпускники стараются собственными силами сделать себе праздник. А это прекрасно у них получается, получше многих артистов. Лепс нам никакой не нужен. У нас есть Вася Иванова из 11-го Б, Наташа Петрова, которая в три раза лучше. А этой девушке с мечтой о красивом выпускном пришлось распрощаться. Выпускница просит не показывать ее лицо. Ей просто неудобно признаться, что пойти на праздник помешали финансовые проблемы семьи. Ну, когда нам сказали сумму, которая нужна на выпускной, я поняла, что пойти у меня не получится. Потому что 200 долларов для моей семьи – это достаточно большая сумма. У меня есть сестра, и одна у нас мама на двоих, что называется. Вот она получает меньше трех миллионов. То есть даже за год 200 долларов – это для нас много. В то же время есть выпускники, которые не идут на праздник целыми классами. Вместо дорогих ресторанных гуляний они отмечают получение аттестатов на природе шашлыком. И делают это добровольно. Сэкономленные деньги, которые могли бы потратить на фуршеты и наряды, ребята переводят на благотворительные счета. Такая идея зародилась у американских школьников. После ее подхватили выпускники европейских, российских и украинских школ. О том, с каким размахом отметить начало взрослой жизни, не задумываются и выпускники Могилевского областного кадетского училища. Торжественное вручение аттестатов проходит на площади славы. Поздравляю вас с окончанием училища. Служу в республике Беларусь. Перед кадетами не выступают артисты. Они не отмечают выпускной в ресторанах. Но им также тяжело расставаться с однокашниками, которые стали им почти братьями. За четыре года, которые я здесь учусь, каждый для меня стал как бы родной человек. Ну, очень трудно, конечно, прощаться с каждым. Они поняли, что такое коллектив. Они поняли, что такое дружба. Что такое зависимость вот именно в коллективе друг от друга. И то, что нельзя пренебрегать мнением товарища, мнением коллектива. То есть вот это вот чувство. Знаете, есть такое понятие среди кадет. Кадетское братство. Прощание со школой – серьезное событие в жизни каждого человека. Праздновать выпускной на широкую ногу или скромно – вопрос денег и, конечно, желания. И вот тут есть одно сходство со свадебным торжеством. Будет ли жизненный путь этих ребят счастливым, зависит вовсе не от размахов праздника. Ведь самое дорогое, что оставят в памяти выпускники – за деньги не купить. Пройдет еще несколько лет, и большинство ребят будут вспоминать этот день как один из самых ярких и запоминающихся. А ближе к пяти утра, когда уже будет светать, выпускники выпустят в небо воздушные шары и встретят первый рассвет взрослой жизни. И каждый из них будет искренне верить, что его ждет большое и светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин